Привет, рад снова видеть вас у меня на канале, на связи пожилой Лукас. В этом видео вы узнаете довольно интересную информацию, особенно по кайфу ролик придется тем, кто не особо вдавался в подробности добавлений и обновлений Fortnite кошмаров. Я расскажу вам о 10 секретах, скрытых на острове Fortnite после выхода обновления 14.40. Присаживайтесь поудобнее и несите чаек, будет интересно. Но для начала напоминаю, что мы уже почти на финишной прямой к 200 тысячам подписчиков. Спасибо вам за эту сочную активность, вы крутые. Но не забывайте, что в честь этой юбилейной даты я планирую разыграть для вас 20 тысяч вибаксов. Будет 10 победителей, которые получат шанс увеличить количество скинов в своем шкафчике. Принять участие может каждый, нужно лишь сделать красную кнопку подписки серой, подписаться короче, поставить лайк на это видео, а также не забыть написать комментарий как минимум из 5 слов на тему ролика. Результаты такими темпами уже совсем скоро, на стриме в честь 200 тысяч сабов, так что обязательно подпишись и поставь колокол, чтобы не пропускать новые ролики и розыгрыши. Ну а теперь пожалуй хватит трындить, погнали ролик смотреть. Ну что друзья, нового контента все нет и нет и делать в подряд топы быстро надоедает, поэтому я решил порыться в Fortnite кошмарах поглубже, чтобы найти хоть что-то интересненькое и вроде бы это получилось. Я разделил информацию на две части. Первая часть будет состоять из секретиков, которые многие из вас могут уже знать. Вы либо сталкивались с ними, либо слышали о них где-то еще. И вторая часть, которая скорее всего для большинства из вас оставалась до просмотра этого ролика тайной, окутанной фиолетовым туманом Fortnite кошмаров. Вы о них не знали короче. Давайте же приступим сначала к более поверхностным скрытым секретам Fortnite кошмаров, которые витают на поверхности, но которые так или иначе все равно не все обнаружили. Номер 10. Продолжение сюжетной линии злого гнома. Да-да, тот самый гном, который грозился все заминировать испорченным слюрпом и подорвать к чертям собачьим, вернулся. И думаю, ни для кого не секрет, где он находится. Прилетаете на основную часть нектарной низины и прыгаете в два огромных чана со слюрпом, чтобы очистить их. За это получаете немало халявного опыта и сразу же подбегаете к дыре в стене, через которую, как только вы приблизитесь, сбежит наш маленький злодейский гном. Правда, не особо удачно, но да ладно. Да, многие уже выполнили и знали об этом испытании, но поверьте, ребята, далеко не все были в курсе. Тем, кто эти скрытые испытания еще не выполнил, советую скорее их сделать. Опыта много, а сезон заканчивается. Поехали далее. Номер 9, 8 и 7. Три новые вещи, которые скоро появятся в игре. Такое бывает редко. Позиция сразу трехномерная, и я сам об этих вещах узнал совсем недавно, так что знающий о этих вещах царян. Дело вот в чем. Всеми известный датамайнер Hypex слил информацию касательно ближайших добавлений в игру. Коснулись они у нас добавления таких предметов, как слюрп базука, огнетушитель и NPC под кодовым названием снежный человек. Если с огнетушителем все понятно, ну это будет обычный огнетушитель, чтобы тушить огонь, который будет разбросан по всему острову и прикреплен скорее всего к стенам в зданиях. То вот остальные два добавления довольно интересны. Слюрп базука. Как по мне, невероятно бустанет выживаемость, если она будет стрелять пивасами и перезаряжаться так же, как и бинтовая пушка. Ведь заливать пивасом можно не только здоровье, но и щиты, то бишь броню. Да еще и действие не точечное на одного персонажа, а ауешное, то есть распространяется на всех, кто находится в небольшом радиусе. Если эта базука будет реально стрелять пивасом, то 100% она станет новой хил метой в Фортнайте. Лично я считаю, что это было бы круто. Ведь мы и так носим два слота как минимум различного хила, а тут просто достал базуку, залил себя тиммейтов и полетел сражаться дальше. Ну а снежный человек, я так представляю себе, будет добавлен с появлением снега на острове, ближе к началу зимнего сезона в Фортнайте. Возможно, что это будет некий NPC Йети, гуляющий по снежным локациям и нападающий, как и обычные боты на игроков. А возможно, что Хайпекс неправильно понял какие-то названия файлов и принял старых добрых снеговиков за снежных вот этих вот человечков. На английском просто почти одинаково звучит и пишется. Ну да ладно, поживем, увидим. Номер 6. Новая ачивка Антона. Антоном, если что, друзья мои, я называю Человека-муравья. Думаю, не стоит объяснять почему, да? Но все дело в том, что получить пачку жирного опыта за ачивку крайне легко и просто. И раньше я это скрытое карточное испытание не замечал, а значит оно было недоступно до недавнего времени. Если вы не прилетали во время Фортнайт Кошмаров еще на островок Антона, то обязательно приземлитесь тут. Вам сразу засчитает испытание выполнено и вы получите абсолютно халявный опыт за получение ачивки. Кстати говоря, на реддите довольно сильно вирусится вот этот вариант скина Антона и думаю не зря. Согласитесь, уж больно правдиво он выполнен и думаю совсем скоро Антошка уже появится в Фортнайте. Потому-то нам и подогнали собственно эту новую ачивку. Правда рановато, ну да ладно. Номер 5. Секрет охотников за привидениями. Думаю все заметили, что уже несколько дней коллаба с охотниками за привидениями штурмует магазин предметов в Фортнайте. Вот только я уверен, что есть игроки среди вас, которые еще даже не видели прямую на них отсылку в игре. В самой нижней части острова, на том самом островке, на который никто особо не летает, есть небольшой сарайчик. В котором у нас находится нечто, прикрытое брезентом. Думаю вы как и я сразу поняли, что это машина и оно так и есть. Вот только машина это не простая, а та самая из старого и легендарного фильма охотников за привидениями. Это подтверждается и тем, что если вы ее ударите, то услышите очень знакомый алдам звук из фильма. Вот такой вот концепт глайдера, кстати гуляет по всему тому же реддиту и твиттеру. И думаю нечто подобное было бы весьма круто увидеть в Фортнайте фанатам легендарных охотников за привидениями. Номер 4. Отсылка к грибах с кино. Думаю все помнят время, когда очень жестко хайпила на западном ютубе тема с новыми грибами в Фортнайте. Которые кстати так и не появились в игре. Эпик геймс тоже люди и следят за трендами своей игры. Они подметили, что по какой-то причине грибная тема в Фортнайте хайпует и начали делать скин гриба. Которые мы обычно привыкли кушать для отхила. В мобильном Фортнайте периодически проскакивают баги. Благодаря которым можно самим увидеть очень странные вещи. А это темные силуэты каких-то персонажей по всему острову. Но на самом деле это не кто-то там, а тот самый скин, который сливали на реддите и твиттере на западе. Скин гриба, стоящий в такой некоторой т-позе. Думаю эпик геймс не специально сделали такой косяк и отсылку на этот скин, но решили не убирать его. Хотя может уже и убрали. Напишите в комментарии игроки с мобилок, они все еще стоят по всему острову или нет. Реально интересно. Будем ждать этого чувачка в продажу, но лично я не люблю такие большие скины. Но он точно пройдет мимо моего внимания. Номер 3. Новые монетки с опытом. После обновления 14.0, которое принесло в Fortnite кошмары на наш с вами остров, в игре появились новые монетки с опытом, которых ранее не было на карте. И если вам вдруг не хватает чуток уровней до сотого левела, то обязательно пробегитесь и соберите их все. Это абсолютная халява. Можете использовать метод игры, который я показывал в прошлом видео. На верху справа ролик вылет. И собрать их на изи с вертолетом за одну катку, и никто вам мешать не будет. Удачи покачаться. И номер 1. Бесплатная обертка. Да, думаю всем уже и так прожужжали мозги насчет этой обертки. Но думаю мне стоит вставить код на ее получение в описании и рассказать о ней в ролике. Чтобы меня перестали просить дать его на стримах, в группе ВК и в Телеграме. Берете и копируете код в описании и активируете его в Epic Games. После этого заходите в игру и радуетесь абсолютно бесплатной обертке на вашем аккаунте. Ну и на этом все. Я надеюсь вам было интересно, а в какие-то моменты даже и полезно это видео. Если ты что-то узнал из моего ролика впервые, обязательно пиши об этом в комментарии. Ну а если ты уже все знал, то тоже пиши в комменты, как я просрался с датой выхода этого видоса. И сделал его слишком поздно. Ну и вдобавок, не забывайте подписываться и ставить колокол, чтобы не пропускать новые ролики и розыгрыши. И всегда быть в курсе всех самых интересных вещей из мира Фортнайт. С вами как всегда был я, дядя Лукас. До скорых встреч в новых видео и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok